Поедет с Боис Ефимовичем в одном поезде, в случае он там поедет. Кац? Кац, конечно, поедет. А он вопрос хочет задать? Он хочет вопрос задать. Ну, это будет последний вопрос. Пожалуйста, вопрос. А я просто не вижу Кац, где он? Вот там. А давайте Кац. Не, я просто, не, я про него говорил хорошие слова. Я не знал, что он слышит. А мы как-то поедет. Это будет последний вопрос. Катя, давай. Арина пришла. О, слушайте, я хочу, извините. Значит, к нам пришла Арина Бородина, моя любимая. Ариночка, встань, пожалуйста. Да, вот. Да мы будем слушать ее полтора часа. Не, я знаю, что вы будете слушать, просто я вам хочу сказать. Вот я о телевидении знаю только от нее. Вообще я телевизор не смотрю. Вот, я много вам сегодня рассказывал по телевизору, я его не смотрю. Я слежу за Ариной. Арина – это лучший телекритик нашей страны. Я не знаю, как ее не тошнит каждый день. Вот, но она знает все по телевизору. И если ты хочешь, то подпишись на Бородину в фейсбуке и тоже все будешь знать. Отлично, мы ее будем слушать. Катя, ваш вопрос. Спасибо. Хорошо. Добрый день, меня зовут Екатерина. Я работала в региональном отделении партии «Перпо нас» в городе Барнауле. Вот. И мой вопрос в чем? Недавно в Москве и в нескольких других регионах России прошел марш мира. Странно, что мы сегодня об этом ничего не упоминали. Вы ничего об этом не рассказывали. Хотелось бы, я понимаю, что за ремень немножко ограничено. Вкратце, оправдались ли ваши цели? Какая была явка в других регионах? То есть, ну вот какая-то обобщенная картина именно. Ну, я просто в нижнем нахожусь. И я считаю, что тематика Нижегородская более значимая, чем общенациональная. Но, тем не менее, второй вопрос про Украину. Значит, первое. Я горжусь тем, что являюсь одним из организаторов и мартовского, и сентябрьского марша мира. Второе. Я горжусь тем, что несмотря на запугивание, несмотря на пуглости, которые они организовывали перед маршем, несмотря на провокации, которые они пытались организовать, а они этим занимались активно, на марш вышли 50 тысяч бесстрашных людей. И москвичей, и россиян. 50 тысяч человек. Такими уличными фриками, городскими сумасшедшими, выглядели как раз сторонники Путина, которые пьяные по периметру, кричали, что-то про нас предатель, чернуху несли. Но они абсолютно выглядели убого, такие городские, сумасшедшие, только что бомжи какие-то. Вот эти бомжи, это и было как раз путинское большинство. А люди улыбающиеся, люди яркие, люди смелые, люди умные, одни глаза только чего стоят, они как раз и надежда России. И я очень этим всем горжусь. То есть теперь была акция, небольшая акция, к сожалению, в Новосибирске, поскольку спецслужбы ее просто уничтожали. Была акция в Петербурге, она была больше, к счастью, несколько тысяч человек, но она не была согласована. Дело в том, что наш марш был согласован. Дальше. Я считаю, что Путин был в шоке. Могу объяснить, почему я так думаю. Потому что через неделю они как попугай, у них креатив тот еще, вот они как попугай решили нам в ответку провести на Поклонной горе митинг. Жалкое зрелище. Свезли на автобусах со всех окрестных там сел и деревень народ, заплатили там от 500 до 1000 рублей, выступили там паранойки какие-то там, не помню, про Ханов, только Кургинян уступал на Кургинян. Что-то такое пробукарекали. Получили деньги там в подворотне и разошлись. Позорище полное. 5 тысяч человек Кремль организовал. Внимание, Кремль. 5 тысяч человек. В 10 раз меньше, чем в Машмире. Поэтому это, конечно, было очень все круто. И я должен сказать, зачем мы это сделали. Понимаете, сейчас люди, которые занимают отличную от режима позицию, они подвергают свою жизнь, это, может, сильно сказано, но свою свободу и свое благополучие опасности. И многие деморализованы. Я считаю, что этот марш показал, что нас много. И что не надо бояться. Чего бояться-то? Они нас должны бояться, а не мы их. Мы же правы, а они нет. Поэтому это было очень круто. Не только в политическом плане, не только в плане установления мира. Но это было еще и круто в психологическом плане. То есть люди поняли, что нас много, что нас не сломить, что нас не запугать, не задавить. И это очень-очень важно. И я считаю, что... Да, еще есть одна такая тема. Значит, подкупленные журналюги, они любят задавать один и тот же вопрос. Ну что, протест сдох? Ну что, вы слились? Ну что, вас больше нет? Ну что, вы уже марши не можете организовать? Ну что, у вас опять полтора человека? Друг раз 50 тысяч. Ну здрасте, ну следите, ну 50 тысяч почему-то. Ну в марте, когда был захват Крыма, тоже 50 тысяч было. То есть это очень важный такой импульс для общества, конечно же. Сергей, ваш вопрос. Нет, вот ВИКС, а потом вы, а потом Максим. Пожалуйста, в город ВИКС. Борис Ефимович, такой вопрос. У нас на этой...